В России продолжается весенний призыв. В Верхневолже не исключение. Регион регулярно направляет войска партии призывников. В областном военкомате стараются, чтобы каждая церемония превратилась еще и в военно-патриотическое мероприятие. Поэтому приглашают не только новобранцев и их родителей. На протяжении многих десятилетий призывников напутствовали участники Великой Отечественной войны. Теперь же героев былых времен все чаще сменяют их достойные наследники. Ветераны Афганистана, локальных конфликтов, а теперь и бойцы, отличившиеся в ходе СВО. Как, например, Алексей Ахмедзянов, которому вручили медаль за отвагу. Он рассказывает, что сразу же откликнулся на звонок из военкомата, а родным все сообщил в последний момент. Не за денег это в любом случае. Заработка мне на гражданке хватало. Я работал на эвакуаторе в Одинцово. Уходил якобы на работу. А потом вот они узнали, что попал. А когда вы сказали? Уже сидя в поезде. Помимо Алексея, другим фронтовикам были вручены медали участников специальной военной операции. После чего они обратились с речью к призывникам. Многие из них прибыли в обл. военкомат в сопровождении родителей. Поэтому обещания честно нести воинскую службу сменялись на пустыни матерей. Для нас честь защищать свой дом, своих родных, свою родину и близких. Вы всегда будете под защитой, пока мы охраняем наш дом. Дорогие ребята, дорогие наши дети, у вас наступает новый период в вашей жизни. Уже вы шагаете в взрослую, ответственную жизнь. Желаем вам здоровья крепкого, чтобы все у вас сложилось. Поддержите друг друга, помогайте. Ребята неспроста были одеты не только в зеленую, но и в черную униформу. Кому-то из этих 46 призывников суждено носить тельняшку и бескозырку. Убывают 22 наших военнослужащих, наших призывника в Северный флот. Мы говорим о том, что это наши будущие моряки. И 26 убывают в сухопутные войска западного военного урга и ракетно-стратегические войска. После короткого построения на плацу областного военкомата ребята услышали первую в своей жизни команду «Налево шагом марш», отправившись в автобус под мелодию, с которой в нашей стране только и ассоциируется отправка войска. Нынешним летом этот марш будет звучать здесь еще не один раз. Призыв завершится только 15 июля. А в армию из Верхневолжи пока отправлено только 20% от запланированного количества новобранцев.